В общем, в Москве начали собирать подписи под обращением об установке памятников. Самодуров там был и ещё кто второй забыл. Об этом заметку написали в литературной газете. Мы прочитали и решили, что мы должны тоже по этому получаться. И собралось пять человек. Мы назвали её инициативной группой. И сначала она называлась «Судьбы людей». Ещё потому что нигде мемориалов не было. Мы назвали по-своему «Судьбы людей». И вот мы начали как раз только-только первые шаги. То есть я помню, что железнодорожников началось в Косноярске. Кого-то мы нашли из родственников репрессированы. И те нам рассказали, что вот были железнодорожники арестованы. Такой-такой-такой-такой. И мы первую запись записали. Вот кто это был. И с этого всё пошло. Это было 9 марта 1988 года. Вот когда мы первый раз собрались, вот, кстати говоря, за этим же, за тем столом. Вот у нас в квартире. Вот. И тогда мы вот решили этим делом заниматься. И начали писать карточки. Карточки начали писать на перфокартах. Знаете ли? И я запомнил даже цифру. Сидели опять же у нас. И я с умным видом, это даже где-то, по-моему, где-то даже заснято на кино где-то есть. Я с умным видом таким сижу такую и говорю, а теперь пройдёмся по картотеке. 129 раз, чем полный раз. То есть 129 раз. Вот насколько я помню было. И вот это ещё мало, и мы каждого обсуждали. Потом уже, когда их стало тысячи, конечно, обсуждений уже не было. Просто картотека дополнялась, и всё. Ну, а уж дальше дело приходило начать. А дальше одно цепляет на другое. Ну, как, вот, например, у тебя, скажем, кто-то там из родственников репрессирует. Вот. А помнишь ли ты, кто ещё был? Ну, помнишь, хорошо, называешь. Не помнишь, ну, надо ничего сделать. Не помнишь, а помнишь, идёшь к тому, ты называла. А вы помните, вот там, значит, вот были арестованы. А кто ещё был арестован? А сохранились ли родственники те, кто? И, ну, в общем, начали опросы вести. Ходить по адресам. Люди, конечно, относились очень по-разному. Некоторые относились, ну, даже, как бы я сказал, радостно, что ли. Потому что об этом же не говорили. А здесь вдруг приходил человек и интересовался судьбою близких. А там, что, значит, упоминать нельзя было. А здесь приходил, расспрашивал, что записывал. Вот. Опасались, что скажет, куда следует. И потом, значит, начнётся волынка. Но постепенно как-то народ начал привлекать, что за это в данный момент не сажают. И, в общем, потихонечку начали рассказывать. Сначала было, как сказать, пустынно, что ли. То есть, ну, фамилию сказали человека. Вот. А не проверить эту информацию, ничего, ну, всё, зависало много. Ну, постепенно, когда информация набиралась, уже стало легче. Мы уже могли перепроверять. Мы очень старались. Мы, в общем, достомерно. Почему? Потому что там официальные власти запустили такую сушок, что Зимирял опрашивает уголовников и выдаёт их за, как бы, политенческих. Ну, по большому счёту, ни в какие иерархивы нас никуда не пускали. Ну, постепенно удавалось как-то там. Ну, я, например, всегда постарался налаживать чисто человеческие отношения. То есть, это очень сложно было. Тогда это... Это сейчас трудно представить. Вот, как бы, ситуацию. Межлюдских отношений. Так, вот, что... Люди сначала шарахали, шарахали. А те, которые имели доступ к информации, вообще не знали, можно, а это нет. Вроде, по их неписанным законам никому нельзя об этом говорить. А с другой стороны, как же вот... И вот, было очень много, помогал мне начальник архива МВД Зверовский. И постепенно он ко мне отношения переменился с отрицательного на... Такое благосклонное. И... Вплоть до того, я говорю, что он звонил, вот, у меня... Ну, вот, новая информация. А дело в том, что они же тоже, ведь это... Они сидели... Ну, и в том числе, и Зверовской. Они на таком громадном... Эээ... Информационном материале сидели, Что они порой даже сами, не знаю, а что у них есть. Ну, там сотни тысяч дел всяких. Какие-то работники, архивы, женщины. Я с ними алла-ла, тралла-ла, алла-ла. Я говорю, можно? Ну, проходите, смотрите. Ну, я прямо в архив заходил там. Несколько раз были большие скандалы этим женщинам там. По службе выговора влюбляли. Влюбляли, потому что начальник заходит, А я там посреди архива, как у себя дома, Сижу за столом, И там листаю все это дело. Акты о приведении приговоров к исполнению К высшей мере наказания. На это ушло у меня несколько лет. В конце концов, в какой-то момент мне звонят, И говорят, приходите. Они провели грандиозную работу. Классальную. Шесть томов. Стопка. Но они провели грандиозную совершенно работу. Какую? Они убрали все по мере. Там, значит, расстреляны такого-то числа, Расстреляны, такое-то, такое-то, такое. Пригоровое исполнение привели. Там под правополномоченный фамилии нет. Еще там начальник какого-то отдела фамилии нет. Находили в лагеря, Что можно, если там было. Фотографировали остатки, так сказать. Много таких вот материалов было на мертвой дороге. Знаешь, что такая мертва дорога, да? Солигар-согарка. Вот, ну, я там очень много раз там был. Сколько это я не помню сейчас, но много. Много. Мертвой дороги. Я ее протопал ножками. Там были целые составы брошенные. Это я находил, снимал. Иногда один ходил, так получалось. В тайге-то бояться нечего. Бояться надо в городе. Людей бояться. А там, да я кого бояться. Звери не нападают. Потом мы придумали, это самое, венки, там, вынесли, сталкивать. Мы плыли на теплоходе, а там, это был теплоход, в основном, на котором плыли литовцы. Ну, они там целый большой, большим коллективом, значит, и в какой-то, значит, момент, они вот решили почтить память. У них, правда, несколько венков было заготовлено, они с собой привезли, потом еще что-то там подделали, вот, а потом придумали, и, по-моему, я сейчас точно не помню, но, по-моему, в этой придумке я участвовал. Мы решили параллельно с венками, по Енисею, пустить зажженные свечки. И, в конце концов, это вывезло довольно большое действие, то есть пускали свинки, и потом целая вереница, было красиво даже, значит, вот спускали, с пароходством договаривались. Я пошел в пароходство, а реченики к этому всегда очень внимательно относились. У меня к ним какое-то свое особое отношение было. Я вот у них там в музее пароходства должно быть большая подборка такая в репрессированных речниках. То есть документы всякие, постановление об аресте, анкеты арестованных, фотографии, которые удалили. Целая подборка большая. Я передал в музее речного пароходства.